Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас печальный выпуск, мы грустим, потому что сегодня день, когда Лена вылетает из Турции обратно в Америку, покидает Турцию, покидает Селима. В принципе, мы к этому уже привыкли, ведь не случайно Лену в свое время назвали Карлосоном, то есть она, как Карлосон, улетела, но обещала вернуться. Она вернется, она вернется, она мне ночью заменяет солнце, она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик, и я надену ей кольцо на пальчик. Ой, песня нашей молодости, но со смыслом. О чем она? Эта песня как раз-таки об отношениях Селимона и Лены Хэппи. Лена улетает, Лена возвращается, это понятно. Ну а также Лена ночью заменяет Селимке солнце. Да, мы все прекрасно помним, что Селимка названивает Лене по нескольку раз за ночь, и Лена как солнце сияет и доставляет Селимке удовольствие. А еще в этой песне есть такая фраза, что главный герой, вернее лирический герой, будет ждать ее как свою, как Одиссей ждал свою Пенелопу. Ну мы с вами прекрасно помним из курса литературы, что, конечно же, не Одиссей ждал свою Пенелопу, а бедная Пенелопа ждала своего Одиссея 10 лет, пока тот мыкался по морям-океанам. Сама же Пенелопа сидела дома и ткала, а киткачиха, отбиваясь от ухажеров. И только когда сын их общий, Телемах, уже не выдержал этого, собрался и поехал, нашел отца и притащил его домой, восторжествовала семейная идиллия. Ну на этом как бы произведение закончилось, поэтому какая уж там идиллия торжествовала, мы точно с вами, наверное, уже никогда не узнаем. Однако в случае с Леной и Селимкой действительно ждет Селим, а Лена приезжает и возвращается как Карлсон. Ну это такое лирическое отступление, сейчас мы возвращаемся непременно к двум видео вчерашним, которые вышли от Лены Хэппи на канале Лены Хэппи. И естественно первое видео, как вы уже поняли из названия, это то самое видео, в котором Лена с Селимкой, проснувшись по традиции в 3 часа дня, едут на завтрак. Но в отличие от всей этой рыбки хрустящей, каких-то еще там диетических блюд, Лене захотелось большого, жирного, сочного гамбургера с картошкой фри. Ну я так понимаю, что организм Лены уже готовится к возвращению в Америку, и она вот в таком патриотическом порыве, можно сказать, захотела вот вкусить гамбургер перед возвращением. Ну к гамбургеру мы с вами еще вернемся, потому что это очень интересный момент. Сначала же о возвращении. По дороге в Инжир-Алты, в то место, где Лена с Селимкой будут есть гамбургер, Лена рассуждает о том, что ее ждет. И Лена заявляет, что она не грустит особо. Жизнь продолжается, несмотря что у нее боли в горле. Но она как бы не особо в этот раз перед отъездом грустит, потому что впереди ее ждут очень внимательные, очень интересные события, и в частности переезд. Она с нетерпением ждет этого переезда, наконец-то она этого дождалась, она вся трепещет, потому что, ну, больше не в моготу было находиться в доме родни, и на этот раз не потому, что там от него воняет, или от него веет нафталином и старостью, а потому что она себя чувствовала несвободно, потому что она жила у чужого человека. Когда ты живешь у чужого человека, нужно соблюдать правила приличия, нужно соблюдать те правила, которые установлены в доме этого человека. То есть, например, Лена отмечает, что она не могла возвращаться поздно ночью. Ну, хочется, конечно, спросить, а где ты, Леночка, шлялась по ночам? С кем ты там пересекалась по ночам, так сказать? Ну, мы намекаем, конечно, на встречи с бывшим мужем Вильямом, хотя, я так понимаю, там был мотель, и уезжая в Майами, Лена оставалась на ночь в этом придорожном мотеле. В общем, романтик по полной программе. Но вот опять, опять недовольство родней, и впереди, конечно, мелькает эта заветная квартира, в которую Лена будет переезжать. Как она будет переезжать, как она все это будет тягать, я не знаю, но, тем не менее, у нее вот есть планы. И в отличие от предыдущих разов, когда Лена, ну, с недовольством, с полудепрессией возвращалась в Америку, потому что нужно было снова возвращаться в этот ненавесный дом на Болоне и любоваться физиономией родней за дня в день, теперь у нее какая-то надежда и дуновение свежего воздуха какое-то появилось в ее жизни. Также Лена, конечно же, пожаловалась на продолжительную адовую, неимоверную боль, которая ее терзает ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно. Но она бережет чувства Селимки, не хочет ему рассказывать о своих страданиях, не хочет признаться ему в том, что каждый шаг ей дается болью, что она страдает, что на такие жертвы ей приходится идти ради того, чтобы встречаться с ним. Тем не менее, я так понял, что Лена уже признала тот факт, что ей нужна операция, и без этой операции она уже в Турцию приехать больше не сможет. Теперь, что касается гамбургера. Приезжают Лена с Селимкой в Инжир-Алты. Это место имеет для них огромное значение, это символическое место, там они когда-то уже были, у них с этим связаны положительные эмоции. Лена узнала лавочку, Лена узнала там каждый камушек, в общем, приехали они в Инжир-Алты и заказали гамбургер. Но вышел конфуз. Им принесли один большой гамбургер с горой картошки фри и с воткнутым в этот гамбургер ножом. В середине гамбургера воткнут нож. Иногда втыкают что-то остренькое, чтобы держать этот гамбургер, чтобы он не развалился. Но я так понял, что в данном конкретном случае им принесли один гамбургер, то есть одну порцию на двоих, потому что Селимка как бы там показывал движением официанту, что это что нужно разрезать напополам. И я так понял, что да, таки им принесли одну порцию на двоих, потому что Лена сказала, ой, один на двоих, а они, наверное, не поняли. Или, for you, my love, для тебя, любовь моя, я потом успею, типа того ей потом еще вынесут. Но я так понял, что официант вынес им одну порцию на двоих, потому что гамбургер был такой огромный, что официант, наверное, не мог даже в самой бурной, буйной фантазии предположить, что они заказывают две порции, что они в одно горло смогут схомячить вот такой вот гамбургер каждый. А Лена говорит, не поняли, наверное, не поняли, вынесли одну порцию, ну как они могли не понять, заказывал-то, наверное, Селим на турецком языке, то есть что, как они могли не понять, или Селим по-турецки говорит так же, как он говорит по-английски и по-русски, нет, я сомневаюсь. Но конфуз произошел, конфуз произошел, тем не менее, Лена решила, я так понимаю, постебаться над своими зрителями, и она, схватив вот этот вот большой целый гамбургер трехэтажный, решила засунуть его себе в рот. То есть не ложечкой с ножичком там в нем ковыряться, а вот просто взять и кусать этот гамбургер. Это, конечно, зрение не для слабонервных, но, как мне кажется, речь как раз-таки шла о стебе, стебе, потому что многие подписчики, многие комментаторы и обзорщики говорят о том, что Лена поправилась чуть-чуть, вот находясь в Турции, что Лена перестала заботиться о фигуре, Лена не думает о здоровье, Лена слишком много ест, и она, видимо, решила всем ответить раз и навсегда, схватив этот гамбургер и начав его поедать. В общем, на такой вот ноте Лена решила закончить свой тур по Турции. Тур по Турции, какафония получилась, ну ничего. Хотя нет, нет, это не совсем завершающая нота в туре по Турции. Я уверен, что будет наверняка еще видео из аэропорта, там еще откуда-то. Лена вообще ударными темпами выпускает видео, это правильно, потому что все-таки она хочет развивать свой канал, превратив его в пассивный доход. Но речь сейчас не об этом. Дело в том, что после вот этого видео с поеданием гамбургера вышло еще одно коротенькое видео в виде слайд-шоу такого, где Лена выставила самые удачные, я так понимаю, фотографии, хотя там чувствуется в некоторых фотографиях фотошоп, и Селимка весь такой размытый, и Лена, ну не суть важна, это не важно, выпустила вот такое коротенькое видео на две с половиной минутки где-то, где нам показывают видеоряд с фотографиями Лены, Селимки. Мы их там видим улыбающимися, обнимающимися, ну то есть как обнимающимися, Селимка кладет на могучую спину Лены свою ручку, и вот они улыбающиеся, то есть типа селфи, селфи вот такого типа фотографии, они стоят в обнимку, и вы знаете, многие из этих фотографий напоминают вот по стилю такие снимки, которые в основном всегда посылают, ну, в иммиграционные службы, когда там подают на визу невесты, на визу жены, на визу жениха, на визу мужа, и поскольку иммиграционные службы сейчас также проверяют соцсети зачастую, то мне кажется, что выставление вот этого видео, потому что ну зачем нам выставлять видео такое, с фотографиями, когда мы все это видели уже, то есть мы видели видео сами, да, зачем нам еще фотографии, как бы скриншоты этих видео, и мне кажется, что это не просто так, мне кажется, что эти фотографии выставили для того, чтобы, если вдруг иммиграционные службы полезут проверять, что там за такая Лена и Эмили Вайс, то они увидят вот такую счастливую пару, светящуюся счастьем, ездящую по горам-долам, то есть как бы говорят так, что когда посылаешь фотографии в иммиграционную службу, они должны быть там на фоне каких-то достопримечательностей, там нужно подписывать, что вот мы в таком-то городе, вот мы в сиком-то городе, и может быть и это объясняет, почему они так часто переезжали, им нужно было собрать пакет фотографий, как бы не просто Лена с Селимом сидящие в отеле, в каком-то в одном месте, а то, что они были и в таком городе, и в такой деревне, и на таком пляже, и перед таким памятником они сфотографировались, и в таком ресторане они сфотографировались, в общем, короче говоря, есть предположение, ну, по крайней мере, мне так кажется, что это все не просто так, а наверняка это все делалось со смыслом, я не знаю, может быть, они уже расписались и теперь собирают документы на визу мужа, то есть К3, есть К1 виза жениха, а есть К3 виза мужа, то есть когда вы расписываетесь в третьем государстве, возможно, в стране иностранца жениха или невесты, а потом подаете на визу К3, и я не знаю, я не работаю в иммиграционных службах, но говорят, что шанс получить визу жениха, визу мужа сейчас выше, хотя перед нами есть наглядный пример в виде Лены Ланге, которая вроде как замужем за троем Хоффманом, да, но она очень долго ждет, я помню, это, по-моему, больше года назад было, когда мы все с вами делали обзоры на свадьбу Лены Ланге, это было очень давно, и некоторые очень оптимистично писали о том, что вот сейчас правила, значит, улучшились для супругов, и она в течение трех месяцев получит сразу грин-карту, и прям сразу с грин-карты, разрешение на работу и со всеми делами въедет на вожделенную американскую землю. Как мы видим, авосы ныне там, никакой грин-карты там пока еще не пахнет, в принципе, если она действительно легально вышла замуж, хотя многие в этом сомневаются, но мы исходим из того, что свадьба, которую нам показывали, на самом деле состоялась, то наверняка рано или поздно какая-то бумажка ей придет, но это очень долго, поэтому не знаю, конечно, как обстоят дела, возможно, хотя там уже что-то начало двигаться, потому что она вернулась в Россию заниматься квартирой, возможно, там уже на подходе эта самая грин-карта, и они решили закрыть все дела, прежде чем полностью перекочевать на территорию США. Посмотрим, что будет в случае с Леной и Селимкой, ну, явно перед нас перед носом трясли, ну, символически, бумажками, да, целый чемодан бумаг Лена привезла, плюс вот эти вот бесконечные фотографии, которые публикуются в соцсетях, хотя, вы знаете, единственный минус вот этой всей фотосессии, это то, что там только Лена и Селим. Обычно, ну, иммиграционные службы очень любят, когда на фотографии есть еще кто-то, либо друзья, либо члены семьи, потому что, ну, для представителей иммиграционных служб именно вот такое вот смешение семей, потому что брак, это же не просто там два чудика решили сойтись. Нет, брак — это все-таки слияние семей, соединения родов, да, и поэтому, как бы, иммиграционные службы предполагают, что будут фотографии, где есть родители, родственники, дети, и это, как бы, имеет большой вес, а когда просто селфи двух влюбленных, это имеет меньший вес, хотя, не знаю, все возможно, видимо, Лена с Селимкой за неимением вот этих вот фотографий ценных с друзьями, с товарищами, с коллегами, с родственниками, они решили компенсировать количеством селфи. Посмотрим, что из этого выйдет. В любом случае, отпуск Лены Хэппи подходит к концу, вернее, подошел уже к концу. Не знаю, очень двоякое чувство осталось после этого визита. Я единственное надеюсь, что по возвращении в Соединенные Штаты Америки Лена займется своим здоровьем, любовь любовью, а здоровье, знаете, когда нет здоровья, уже не хочется ничего. Вот хочется просто лечь и лежать. Пусть говорят, что обзорщики это хейтеры, но вот клянусь, я положа руку на сердце, хочу, чтобы Лена занялась своим здоровьем, привела себя в порядок, потому что... Ну, потому что мы у себя одни. Если мы сами о себе не позаботимся и не будем себя время от времени баловать, следить за своим здоровьем, то за нас это никто не сделает. А уж Селимка это точно не сделает, потому что тем более, что Лена от него скрывает свое состояние здоровья. Боясь лишний раз побеспокоить мальчика. Не нужно. Нужно себя полюбить. Я сейчас как Галина Смит просто звучу. Полюбите себя. Мы у себя одни. Ну, это универсальная такая истина. В целом, что я хочу сказать. Пусть Лена занимается здоровьем, как говорится, переездом, а мы и впредь будем следить за развитием этого американско-турецко-российского сериала и все это активно обсуждать на моем канале согласно устоявшейся уже у нас традиции. Всех благодарю за комментарии, за пожелания, за обратную связь. Я все читаю по возможности, реагирую. Пожалуйста, берегите себя, не болейте и до новых встреч на моем канале. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok